Настолько ли все четко и прозрачно в мировой повестке? Встреча по поводу Украины, которая состоялась в Джидзе, окутана тайнами, законспирирована и овеяна легендами. За прошедшую неделю была дана не одна тысяча комментариев. Объяснены ее вероятные причины и неизбежные последствия. И одно единственное осталось неизвестным. Так что же там все-таки произошло и чем встреча закончилась? Этот секрет участники встречи в Джидзе по вопросу урегулирования украинского конфликта таят пущей зеницы ока. Разобраться с происходящим попытался Олег Романов. Если язык дан дипломату, чтобы скрывать свои мысли, если на языке дипломатии «да» означает «может быть», «может быть» означает «нет», а само слово «нет» в этом языке отсутствует напрочь, то встречу в Джидзе можно полагать эталонной. Она, если угодно, представляет собой рафинированную дипломатию, ее вытяжку и экстракт, абсолют возведенный в степень совершенства. Целых два дня высокопоставленные представители 40 стран обсуждали самую животрепещущую проблему современности, после чего расстались с довольной собой и друг другом. Что постановили, неизвестно. Коммунике по итогам встречи принято не было. На чем сошлись? Договорились договариваться о последующих договоренностях. С нашей точки зрения, это была успешная встреча в Джидзе. Впервые конференция продемонстрировала желание и волю более чем 40 государств-участников совместно изучить принципы мирного урегулирования. Участие Китая в этой встрече также является важным. В Джидзе было решено, что будет продолжена тщательная работа по различным темам. К ним относятся продовольственная безопасность, ядерная безопасность, энергетическая безопасность и гуманитарные вопросы, такие как обмен пленными или возвращение детей, а также ликвидация экологических последствий войны. Что известно доподлинно? Давний уже мирный план Зеленского, 10 пунктов которого можно описать словами «принесите мне голову Путина», участники встречи не поддержали. Украина сейчас явно не в том положении, чтобы чего-то всерьез требовать. Был вновь представлен китайский план. Он предлагает немедленное прекращение боевых действий и подтверждение территориальной целостности конфликтующих стран. Участники идею одобрили, но Киев как будто отверг. Саудиты также предложили немедленно прекратить стрельбу и договариваться. Но Зеленский опять же был против. Со ссылкой на анонимного европейского чиновника сообщалось, что Украина готова отказаться от двух пунктов своего мирного плана-ультиматума. Вроде больше никто не настаивает на возврате к границам 1991 года. В Киеве тут же выступили с опровержениями, но адресовали их явно своим. Дескать, не подумайте чего, мы стоим за войну до победного конца. Однако западноевропейским бюрократам, пусть анонимным, врать незачем. А вот у чиновников по-восточнее, правда, для своих и для чужих сильно различаются. В общем, украинцы, похоже, демонстрировали на переговорах конструктивность. Это обнадеживает. Вся загвоздка сейчас именно в Киеве. Россия давно готова к переговорам, правда, не на условиях. А вы сначала сдайтесь. Мы высоко ценим посреднические и гуманитарные инициативы наших друзей стран глобального юга, которые направлены на достижение мира, по-настоящему на это направлены. В отличие от киевского режима, прервавшего и потом даже запретившего переговоры с Россией, мы всегда были и остаемся открытыми к дипломатическому решению кризиса и готовы ответить на действительно по-настоящему серьезные предложения. Без участия России и учета ее интересов никакие встречи по тематике украинского кризиса не имеют ни малейшей добавленной стоимости. Политологи плетут словесные сети такой сложности, какой любой паук позавидует. После встречи в Джидде много говорилось о зондаже позиций, демонстрации влияния, расширении консенсуса и укреплении взаимного доверия. Но смысл таинственной встречи, похоже, прост. Глобальный юг решил заявить Первому миру, хватит воевать, планете слишком дорого обходятся ваши хитрые схемы по подрыву чужого влияния путем жуткого кровопролития в Европе. Есть подозрение, что встреча в Джидде – это собрание, на котором объявлен своеобразный манифест. Манифест тех, кого отстранили от принятия решений и на кого свалили весь груз лишений. Дефицит продовольствия, инфляцию, разрыв логистических цепочек, экономическую деградацию. Первый мир может играть себе в геополитические шахматы сколько угодно, но забирая все выигрыши и свои проигрыши он должен платить сам. Участники украинского конфликта пока еще на стадии, когда уже сознают свои потери, но публично на уступки идти не готовы. А вось случится чудо. Про то, что Байден в Сукцванге на минувшей неделе не писал только ленивый. Любая украинская стратегия для Белого дома теперь проигрышна. В похожей ситуации Зеленский. Его политика, родина в границах 91-го года или смерть, чревата скорой катастрофой. Похоже, Джидде впервые и в голос потребовали от Киева компромиссов, а он вроде бы над такой возможностью задумался. Шаг к миру сделан. Вот только одна беда. Такими мелкими шажками этого мира не достигнут никогда. Олег Романов в главном эфире. Субтитры создавал DimaTorzok